И всем привет, ребят, с вами Сырбак и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем новое устройство на Твинс, которое у нас появилось вчера в игре, которое называется у нас Турбо... Ой, какие Турбо... Плазматрон. И это устройство у нас увеличивает очень сильно урон нашего Твинса. Посмотрим, насколько оно актуально, насколько оно вообще интересно в рамках матчмейкинга. Ну а если вам нравится подобного рода видеоролик, если вы ждали обзора этого устройства, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоина. Для этого настройка игровой аккаунтики установите ему личный такток ТимП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего устройства, то у нас должна быть не такая быстрая скорострельность. Да, я уже вижу ее, но при этом 1 урон шарика должен наносить какой-то космический урон. 800 урона. 800 урона наносит 1 шарик Твинса. Это крайне большие цифры, но при этом его скорость снаряда является довольно-таки маленькой, но с использованием Викинга появляется еще одна возможность реализации как раз-таки под овердрайвом. И тогда у нас под большой скоростью снаряда уже этот Твинс должен, по идее, давать очень и очень большое количество урона. Но без овердрайва, исходя из того, что я сейчас увидел, вроде как ничего такого сверхъестественного в рамках этого Твинса я не вижу. То есть у меня 1 шарик наносит 1600 урона, но при этом перезарядка-то у нас довольно-таки длительная. То есть если я буду прям жестко наваливать и зажимать кнопку, то не сказать, что я буду большое количество урона наносить. Но так, если, например, попадаться против безрезиста, либо против бездашного танка, то урон в виде 1600 урона выглядит очень и очень солидно. Поэтому еще более интересной становится реализация как раз-таки этого Твинса под овердрайвом Викинга. И посмотреть, как вообще это все дело будет работать. Насколько это будет эффективно дело работать и насколько это все дело будет актуально. Так, пробуем наваливать. Пробуем тихонечко наваливать. Так, Хантер остается у нас на лоу. На лоу ХП. Так, и Хантер остается у нас... Ну, пол ХП без аптеки, грубо говоря. Пол ХП без аптеки. Поэтому попробуем сейчас быстренько навалить урончика. Опа, с нами еще Илюша, киберспортсмен жесткий. Попробуем сейчас навалить урончика здесь. 700-800. То есть шарик Твинса наносит реально колоссально большое количество урона, но при этом перезарядка-то этих шариков тоже довольно-таки долгая. Да, то есть есть как бы и плюс, есть как бы и минус. Да, то есть когда ты с одного шарика 1600 урона наносишь. Но интересно. Интересно, интересно. В любом случае, интересно все это дело выглядит. Поэтому будет интересно посмотреть, как это дело будет реализовано уже на дистанции. Резистов от Твинса у нас в матчмейкинге нету. Поэтому здесь в этом плане есть только лишь плюс. Так, ну и отличная реализация овердрайва. Просто великолепная реализация овердрайва. И я улетаю на рез вместо того, чтобы сделать хоть какие-то киллы и хоть какую-то разницу. Так, здесь у нас Васпик. Прожимает бомбочку. 800 урона с одного шарика. Но перезарядка крайне долгая. Крайне долгая перезарядка у этого устройства. И есть ощущение, что даже с таким уроном, ну это не супер актуальная вещь. Я бы сказал так, наверное. Не супер актуальная, не супер интересная темочка. Так, наносим урончик. Наносим урончик. Пробуем. Пробуем. Пробуем поднавалить. По 900 очки. Неплохо пойдет. Так, ну и по киллам у меня пока что все довольно-таки грустно. 140 очков. 140 всего лишь очков. И всего лишь 5 киллов. Да, то есть если именно играть под легкие танки. И наносить урон по легким танкам. То может быть в моменте это конечно выглядит и неплохо. Да, то есть тебе надо 3 шарика твинса дать, чтобы слить оппонента. Но при этом перезарядка вы видите, да, насколько долгая. Насколько долгая перезарядка у этого твинса. То есть надо к этому привыкать. Надо правильно реализовывать. И тогда, быть может, в этом устройстве будет уже больший вес и больший интерес. Да, пока что, если честно, ну такого прям супер жесткого интереса. В этом устройстве я не вижу, да. То есть, ну это не какая-то прям лютейшая имба. Да, это 100%. Но именно в комбинации с викингом под овердрайвом возможно есть шанс наноса прям крайне большого количества урона. За довольно-таки короткий промежуток времени, да. Поэтому попробуем. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сейчас под овердрайвом. Первый овердрайв у меня был такой довольно паршивенький. Поэтому, быть может, сейчас нам удастся реализовать еще один оуди. И он уже будет супер-супер хороший. Так, здесь у нас викинга рельса. Попробуем сейчас тут. Ясно, понял. Понял, 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 понял. По миночкам не удалось мне тут проехать, заехать на контенте, к сожалению. Так, ну и здесь есть у вас по фриз, который тоже пытается ворвать, но тоже быстро здесь улетает на респаун. Пробуем по викингу накинуть. Пробуем накидать по викингу. Так, улетает этот викинг на респаунчик. Пробуем добавить еще 1600. Блин, ну, когда ты с одного выстрела наносишь такой урон... Блин, под овердрайвом, под овердрайвом! А под овердрайвом скорость снаряда-то какая! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Подождите, подождите, подождите. Но с такой-то скоростью снаряда под овердрайвом можно наносить очень большие цифры. Прям безумно большие цифры. То есть, если под вас попадается противник, и вы начинаете жестко накидывать, то, по сути, любой оппонент, который попадет под это устройство, он будет 100% на респе, потому что скорость снаряда под овердрайвом викинга у этого твинца такая же, как будто бы, как у дефолтного твинца. Да, и в этом плане урон выглядит очень и очень солидным. То есть, именно под овердрайв викинга можно сделать крайне жесткую реализацию. Так, и сплэш-урон, я так понимаю, что у этого твинца тоже есть. 6,5 минут до конца боя. При этом мы уже ведем. При этом мы уже ведем в рамках этой каточки. Так, ну и попробуем как-нибудь сейчас подворвать. Попробуем подворвать. Нет, к сожалению, не подворвал я. К сожалению, не подворвал я. Так, 6,30. Даже уже 6 минут у нас до конца боя. 1200 урона. 1200 урона с одного шарика твинца. Да, под овердрайвом. Я думаю, что если откроется противников хоть 10 человек, вы всех можете успевать сливать. Всех, просто абсолютно. Но, другой вопрос, сумеете ли вы на карте найти такой момент для реализации? Это уже, это уже вопрос хороший. Так, ладно, попробуем сейчас тут покидать. То есть вы на твинце стреляете как будто какой-то смокой. Да, то есть вы даете просто один шарик. И потом у вас перезарядка такая же, как у смоки. Но прикольно, прикольно. Очень необычно. Очень необычное устройство. 16 киллов у меня уже есть. При этом 5 минут у нас остается до конца этого боя. Так, есть ОУДИ. Есть ОУДИ. Попробуем. Попробуем реализовать эту ОУДИшечку. Пара-пара-пам-пам. Так, ну и попробуем, наверное, здесь ужаться. Хотя здесь противник как-то очень быстро улетает на респ. Так, попробуем бахнуть. Отлично, первого на респе. Блин, тут противников нету. Тут нет противников. То есть с такой скоростью снаряда, вы просто видите, сколько в секунду наносит под овердрайвом Викинга этот винт с урона. Он в секунду будет наносить под овердрайвом Викинга? Ну, где-то я не знаю, ну тысяч пять, наверное. Тысяч пять в секунду, если не больше. Да, то есть это просто жесткая машина для убийц под овердрайвом Викинга. То есть, например, против какого-нибудь Джаггера, либо против противников, которые супер жестко дефуют, вы можете просто въехать и всех слить. Просто всех слить за миллисекунды. Да, и это будет очень жестко. Но без овердрайва такое, средненькое, я бы сказал, средненькое. Но все равно прикольное, прикольное устройство. Довольно прикольное, необычное. С таким большим уроном. И я думаю, что если с ним чуть побольше поиграть, подпривыкнуть, то я думаю, что результат будет прям супер-супер крутой. Так. По вас пику чуть-чуть здесь накидали. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что-то по-страшному. По-страшному меня немножечко здесь качнуло. Немножечко по-страшному качнуло. Так, попробуем через низик. Через низик здесь никого нету. 70% овердрайва у меня. Но здесь вопрос лишь вашей реализации. Чем лучше вы реализуете овердрайв, тем больше киллов вы в сумме можете иметь. Потому что овердрайв викинга с таким твинцом становится суперценный. Ну, 26 киллов. Все равно результат хороший. Хороший. Я изначально сказал, что это не имба. Но сейчас, если честно, смотря на результат, я скажу, что это хорошее устройство. Сильное устройство. И интересное устройство. Да, то есть очень необычное такое. В плане реализации. В плане геймплея. Но к нему надо тоже немножечко привыкать. Но резистов от твинца в матчмейкинге практически никто никогда не использует. Даже вот то, что здесь в катке два реза. Я не знаю, откуда они вообще появляются. Но вообще в матчмейкинге резисты от твинца никто, как правило, не использует. Соответственно, у вас будет больше возможности на реализацию этой замечательной пушки. 1600 урона просто с одного шарика. 1600 урона. Это жесть. Это, конечно, жесть. Это прям супер много. Так, ну здесь я прям даже не знаю, есть смысл прожиматься. Нету смысла прожиматься. Попробуем, наверное, запушить сейчас под верх. И потом, если что, от этого верха уже вожмем оудишку. Если здесь будет противник, а противников я особо на своем радарчике не вижу. Да, вот за два шарика ВАЗ постаётся на пол хп. Без аптеки, да. То есть, ну, по сути, это, наверное, с МАКа 2.0 только на твинц. Есть такое ощущение. И при этом ещё и под овердрайвом становится прям вообще супер-жёсткой машиной для убийств. Я бы сказал, вот, наверное, так. Так, потому что под овердрайвом прям выглядело это всё дело очень жёстко. Так, и у нас остаётся 12... А, нет, 20 килов, да, до конца боя. 20 килов до конца боя. Так, попробуем. Стариться. Ага, отлично. И можем, наверное, здесь прожать, попробовать просто посмотреть. Ага, ну, урон настолько большой, что вы в упор не можете подпускать противника от слова совсем. Вообще никогда. Да, потому что у вас есть сплэш, но либо вы должны использовать резист от твинца. Да, то есть, потому что это уже становится суперсильная такая жёсткая прям пушка. Прям жёсткая пушка. Да, и здесь надо уже быть даже аккуратным в том плане, что вы можете и сами себя набрить, если будете сближаться как раз-таки с противничками. Так, по твинцу ещё... Ой, не успел. По паладинчику ещё одного твинца попал бы, и он бы точно бы улетал на рез. 35 килов за такую катку. Блин, ну я считаю, что это хороший результат. 35 килов за такую катку, это довольно-таки хороший результат. Так, ну и по ощущениям досрочка у нас в рамках этого боя будет или нет. Там вообще голд лежит сверху, никому вообще голд не надо. Никому даже не нужны золотые ящики в рамках таких каток. 4 килла у нас остаётся до конца. Пробуем заехать сейчас сюда. Ох, и тут миночки в большом количестве. Так, ещё овердрайв сжимается. Живём, пытаемся, хилимся. И добиваем оппонента шариком с 800 урончиком. 37 на 20. Считаю, что шикарнейший счёт. Ну и очень интересное, да, и хоть я с начала боя сказал, что не имбовое, по итогу я скажу, что даже вполне себе имбовое сильное устройство. Поэтому, кто думает, выбивать его или не выбивать, кто любит пушку твинц, я бы присмотрелся к такому твинцу. Ну и если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и пишите всё своё мнение по поводу этого твинца в комментариях к этому видеоролику. У меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.